Здравствуйте! Это итоги недели с Атикат Магомедовой. Я и мои коллеги расскажем вам о самых важных событиях уходящей недели. Какие профессии популярны и по каким дисциплинам будущим студентам нужно повысить уровень знаний? Вузы Дагестана продолжают набор абитуриентов. Человек в системе, система в человеке. Первый дагестанский триллер «Система-05» СМ скоро покажут в кинотеатрах Махачкалы. Диалог бойцов UFC с детьми. Эминитые спортсмены побывали в лагере Избирбаша. Новый онкорадиологический центр откроется в Махачкале весной. В этом лично убедился председатель правительства республики Абдусамат Гамидов. Он посетил объект вместе с министром здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимовым. Проект осуществляется в рамках программы республиканского и частного партнерства. О том, как проходит строительство центра, расскажет Зумруд Гамидова. Новый корпус радиохирургии на территории Центральной Республиканской больницы станет единственным такого рода онкологическим кластером не только в Дагестане, но и на всем Северном Кавказе. Строительную часть должны завершить к концу октября. Некоторое время уйдет на лицензирование. Уже весной можно будет начинать прием пациентов. За мизерное участие республики мы получаем за счет частных инвесторов большие вливания и вложения в республику. Еще раз подчеркиваю, это благодаря Рамзану Гаджумравичу. Он нашел этих инвесторов, уговорил, чтобы они пошли в республику. Поэтому вот такой большой работой. И наша задача не подвести до 22 октября это помещение, сдать для того, чтобы полностью соблюсти эти условия соглашения. Новый центр дает и новые возможности. С введением корпуса увеличится и штат сотрудников. Часть специалистов уже подобрана. Порядка 50 человек. Здесь будут только профессионалы, которые и дневной стационар, и гомонож, и медицинские физики, и аппараты МРТ, которые работают специалисты, и на гомоножи. Это будут только специалисты в пределах 50 человек. По словам Танкая Брагимова, проект, который сегодня реализуется частым инвесторам, позволит создать такой уникальный центр, который будет востребован жителями не только Дагестана, но и охватит юг России. Главной особенностью центра станет то, что планируется закупить аппарат гомонож стоимостью более 4 миллиардов рублей. Он позволяет удалять злокачественные опухоли сосудистой патологии головного мозга неинвазивным методом, то есть не используя иглы или хирургические инструменты. Направляя гомоножи, она прижигает, уменьшает для того, чтобы не сделать открытых операций. В этом центре планируется не просто проведение вот этой процедуры гомоножа, но и диагностика достаточно на высоком уровне. Получить такую помощь смогут все жители республики, у которых есть показания. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Продолжается вторая волна приемной кампании в УЗД Гестана. Абитуренты могут подать документы до конца августа. Что нужно при поступлении в учебное заведение и как стать квалифицированным специалистом, узнавала Ларьяна Шамхалаева. Прием абитуриента в Дагестанские университеты в самом разгаре. Только в ДГПУ уже 4000 заявлений от поступающих. В текущем году в этом ВУЗе около 2000 бюджетных мест. Популярностью пользуются факультет физкультуры, филологии, иностранных языков, истории, права и худграф. Это так называемый ряд основ педагогического воспитания, отмечают специалисты. В мире есть две специальности, которые нужны всегда. Это учитель и врач. Все в мире меняется, все в мире происходит по новым каким-то законам, по новым технологиям. Но всегда человеку нужен будет учитель, которому поможет, и врач, которому вылечит. А учитель – это врач, который еще и врачует души. Еще вчера студент, сегодня конкретно способный дизайнер. Ольга Исик окончила с отличием художественно-графический факультет и планирует работать в модном журнале. Девушка советует абитуриентам, выбравшим похожую специальность, чаще посещать выставки и музеи. Только так можно подготовиться к творческому испытанию, считает Ольга. Конечно, сказать, что сразу же человек будет рисовать – нет. Это долгий труд, это надо стараться, учиться, учиться, еще раз учиться. Не только мастерски, но и развиваться духовно. Салихат Мамаева, круглая отличница изучением психологии и душевного состояния человека, интересовалась еще со школы. Тем не менее, главное не то, сколько ты просидишь за книгами, а как будешь использовать свои знания, считает выпускница. Самое главное – не сколько у тебя знаний, а как мы будем использовать их дальше. И, конечно же, желаю абитуриентам, чтобы они пошли именно по тому пути, который на самом деле хотели бы, и приносили, конечно, пользу себе и во благо вообще нашего общества. Приемная кампания в вузах Дагестана продолжается. Все, что необходимо – это аттестат о среднем образовании, 6 фотографий, копия паспорта, медицинская справка – обязательно, и заполнить заявление. Вы поступили. Эти сокровенные слова могут услышать и абитуриенты Махачкалинского филиала Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. Однако юношам и девушкам, мечтающим строить уникальные сооружения, дороги и аэродромы, в отличие от гуманитариев, следует подтянуть точные науки. Для того, чтобы поступить на технические специальности нашего вуза, необходимо иметь, кроме как ЕГЭ, кроме как русский язык, также математика профильного направления и физика, которые, к сожалению, очень мало сдают нашей республике. Наш вуз, это выпускники, получают диплом Московского автомобильно-дорожного университета. Диплом МАДИ, по словам преподавательского состава, будет действителен в 86 странах мира. Однако на текущий момент университет готов предоставить бюджетные места только 30 счастливчикам. Как отметили в приемной комиссии, есть случаи, когда абитуриентам приходится отказывать в поступлении. Самая большая проблема – это то, что в школах не всех предупреждают, что для поступления нужна профильная математика. Сколько людей приходит и как-то получает отказ в связи с тем, что у них только базовая. А так в основном к нам приходят как после колледжа, так и после 11 классов тоже. Напомним, что увеличить шансы на поступление помогут индивидуальные достижения вчерашнего школьника. Если абитуриент-волонтер, призер спортивных или предметных олимпиад участвовал в интеллектуальных и творческих конкурсах, он может смело отметить это в своем заявлении. Лариана Шамхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Первый дагестанский триллер сняли в столице республики. Молодые кинематографисты попробовали показать реалии сегодняшнего Дагестана. Если раньше они ограничивались короткометражками, то теперь уже решили перейти на новый уровень и снять собственный полнометражный фильм. Начинается действие с исчезновения одного из главных героев. Связано это с неопубликованным громким журналистским материалом, который пропадает так же, как и сам герой. Со съемочной группой встретилась Ума Ибрагимова. Ломая принадлежности, выбрасывая кипы бумаг, главный герой фильма Тимур пытается вспомнить образы людей. Тех, кто замешан в громком деле – убийстве журналиста, главного редактора газеты. Тимур падает с крыши, а после госпитализации теряет память. Теперь его цель – понять, из-за чего убили его коллегу и о чем был роковой журналистский материал, за который другу пришлось расплотиться с жизнью, а ему – памятью. Съемки фильма уже завершились. Осталась звукозапись и монтаж. В этом кабинете находятся все участники фильма. Готов ли режиссер к показу? Давайте узнаем. Ислам Ханипаев выполняет в фильме три функции – режиссера, сценариста, монтажера. Занимается созданием фильмов не первый год, но эта работа для него особенная, ведь снять полнометражный фильм он пробует впервые, причем на острую и весьма щепетильную тему. Журналистская деятельность – это, как правило, проблемная зона в Дагестане. Хороший журналист всегда в поисках правды, в поисках истины. И поэтому, конечно, мы решили, что самой лучшей возможностью показать Дагестан будет возможность показать его через работу журналиста, через работу объективного журналиста, принципиального журналиста. Съемочный процесс протекал легко, рассказывает Ислам. Кроме сцены на поле, трудность возникла с тем, что снег начал таять. Оператору пришлось снять все с первого дубля. Эта сцена снята с камеры в течение, наверное, четырех минут без монтажных склеек. Очень существенная часть фильма вообще ни на секунду не монтировалась. Мы просто взяли камеру, включили, и принципиально я требовал от оператора, в нашем случае это Хизри, чтобы он ни разу, ни на секунду не нажимал на стоп, не нажимал на паузу. Хизри Махмудов был не только оператором. В ходе всего фильма он периодически играл друга главного героя. Играть, признается, Хизри не так сложно, как подчищать многие кадры. То есть, корректировать неудачные цвета. И что самое сложное, убирать отражения в зеркале. Были моменты, где нужно было замазать, где мы появляемся в отражениях очень часто. Там очень много зеркал, окон, и мы постоянно появляемся в отражениях. И вот была вот эта большая головная проблема, это все спрятано. Поэтому я, можно даже сказать, занимался большей частью именно клинапом, чисткой. Все, спецэффектами я не так много занимался даже, как чисткой. Студентка Института кинематографии Зарина Пашнина предложение сняться в фильме в роли жены главного героя приняла сразу. Но едва ли девушка ожидала, что во всем фильме будет только ее голос. Героиня фигурирует лишь как лицо, с которым Тимур периодически говорит по телефону. Ты должна передать все эмоции, все свои чувства. И именно своим голосом, чтобы зритель тебя понял, не видя тебя на экране. Мне кажется, оно будет сложнее, нежели зрителю видеть визуальную картинку. Для Зарины и практически для всех актеров до сих пор остаются секретом, чем же закончится фильм. Режиссер не раскрывает всех карт до первого показа. Искать меня придется в своей голове. А там тот еще лабиринт. Ума Ибрагимова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В Избирбаши, в одном из детских лагерей, прошел семинар диалог именитых спортсменов с подрастающим поколением. Говорили о важности занятий спортом и о том, с какими трудностями сталкиваются бойцы по долгу своей работы. С подробностями Курбан Рагимов. Поделиться жизненным опытом и рассказать молодежи о важности занятий физической культурой. Прибыли известные бойцы смешанного стиля и тренеры спортивных клубов Дагестана. В беседе с чемпионами участвовало около 200 детей. Это ребята из разных уголков страны гор, а также отдыхающие из Луганской народной республики. Ребята, смотря на них, они есть спортсмены, которые приезжают на семинар, которых они по телевизору видели и хотели бы видеть рядом. Стараюсь для них сделать все хорошее. Встречаем, делаем им встречи. Они мотивируются и показывают побольше результатов и ведут здоровый образ жизни. Приезд титулованных бойцов для детишек стал радостным событием. Молодежь с энтузиазмом интересовалась всеми тонкостями жизни бойцов. Спортсмены делились планами, также рассказывали о начале своей карьеры и об ответственности перед соревнованиями. Каждый бой – это очень важный бой, считается. Можно сказать, в UFC, если бой два проиграешь, то вообще можешь вылететь. Как я один бой проиграл, пятый бой, и с 15-го вместо меня на 26-й подкинули. Вот там разница. Один бой выиграл, опять на 15-й подкинул. В ходе часовой беседы дети спрашивали о последних спортивных новостях и интересовались экспертным мнением бойцов. Многие из ребят следят за спортивным миром у экранов телевизоров и в соцсетях. Однако не каждому известно, что карьера спортсмена – путь тернистый и непростой. Для достижения успеха чемпионам приходится жертвовать не только своим здоровьем. Если кто семейный человек, мало семьи видится, также родители, братья, постоянно на сборах или где-то. Если что-то там, твои друзья где-то отдыхают, ты думаешь, что пойти, когда у тебя основательный процесс там. И много мероприятий бывают. Ну, что ни делать, все хуже, но из-за этого весь это все перетерпеть. И потом можно отдыхать и все это возместить. Ну, как Рашири сказал, да, это общение там с близкими, родными, не видящих нас в свободное время. Так же, как к друзьям, ты думаешь, да, ты не можешь с ним ходить отдохнуть, потому что у тебя тренировки, ты должен отдыхать дома. В моей специализации, в моей тренерской работе я иду на все, касающиеся спорта, ради того, что в моей жизни ученики добились высокого результата. Я для них делаю все. Иногда даже говорят, что я утром захожу в зал в 9 часов, и иногда говорят, что я утром захожу в зал в 10 часов. В завершение мероприятия популярные спортсмены обратились к молодежи со словами напутствия. Детям пожелали соблюдать дисциплину и стараться быть достойными специалистами в своей будущей профессии. Любимым делом надо заниматься именно. Любимым делом. Не обязательно спорт. Человек может, хочет стать строителем, водителем, где он бы не хотел, например. Надо следовать тому внутренне, как ты желаешь, хочешь. Вот этим надо заниматься. А так, кто спортом занимается, тоже самое главное для себя, вот, это самая основа, вот, если здоровый образ жизни. Главное – найти свои цели, если вы можете добиться всего, так что у вас это есть. Главное – поверить в себя. И, конечно, у вас все получится, я думаю. Так что удачи всем, здоровья. Слушайте родителей своих. Ведите правильный образ жизни. Семинар «Диалог с титулованными атлетами» завершился памятной фотосессией. Курбан Рагимов, Гелач Курбан Алиев, телеканал ННТ, Избирбаш. Это были наиболее значимые события этой недели. Еще больше новостей вы можете увидеть на нашем сайте nnttv.ru. Увидимся через 7 дней. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова